К нам присоединяется экономист Александр Савченко. Здравствуйте. 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 Давайте обсудим заявление Урсулы фундерляйен. Вот эти 160 миллионов евро на то, чтобы Украина подготовилась к зиме, они разделены на две части. 60 миллионов – это гуманитарная помощь для пунктов обогрева, пунктов несокрушимости на обогреватели для них. 100 миллионов для того, чтобы ремонтировать и генерировать из возобновляемых источников энергию. И часть этой суммы, да, конкретно эти 100 миллионов, они предоставлены из доходов от замороженных в Европе российских активов. Получается, что Украина уже начинает использовать их, правильно? Да, действительно. Но это уже не первая поставка денег из замороженных активов. Часть была перечислена в бюджет. Вы помните, что Евросоюз решил, что замороженные активы дают прибыль. И большую часть этой прибыли ежегодно Евросоюз обязался перечислять Украине. И вот за полгода перечислил, сейчас вот эти деньги мы получили уже, целевое назначение есть. Я думаю, и дальше будем получать деньги из замороженных активов. Да, это была бы прекрасная инициатива, зная, что довольно-таки много там заморозили. Ой, давайте о санкциях по поводу России поговорим. Новость свежая. Соединенные Штаты ввели против физических и юридических лиц санкции, против тех, которые причастны к незаконным финансовым транзакциям между Россией и КНДР. Направлены они на незаконную финансовую сеть, некую между Москвой и Пхеньяном. И вот как раз-таки давайте разберемся, что это за сеть и отреагируют ли как-то на эти санкции диктаторы. Да, были выделены, идентифицированы два финансовых учреждения, через которые проходят платежи. По поставке в Рашу военной продукции или продукции двойного назначения. И может быть наоборот. Раша продает в КНДР какие-то технологии. Не исключено, что и по производству ракет и ядерного топлива. Так, по крайней мере, такие подозрения есть. Ну и очевидно, что по вот этим учреждениям нужно ввести санкции. Так, они идентифицировали. Ну, вопрос возникает, а как их наказать? Так, потому что транзакции идут 100% ни в долларах, ни в евро. Может быть в юанях, может быть в российских рублях. И такое может быть. Но очень просто наказать. То есть проследить, это мы уже даем подсказку Минфину, Федеральной резервной системе, проследить с кем из нормальных банков или финансовых учреждений имеют отношение вот эти две структуры. И можно наказывать их партнеров или, по крайней мере, указать партнерам, что если вы будете и дальше взаимодействовать с этими двумя организациями и лицами, которые управляют ими, то вы будете уже под санкцием. Это вот механизм вторичных санкций. Американцы им очень умело пользуются. Я думаю, мы уже очень скоро узнаем продолжение вот этой игры. Я думаю, что с этими учреждениями, во-первых, связаны российские банки, банки, которые находятся в Раше. И, может быть, в Китае, может быть, в других странах. Вот против них и будут по вторичным санкциям приняты соответствующие меры. И думаю, что есть шанс, что как посредники они исчезнут с видимостью. Давайте далее о ситуации в самой России поговорим. Российские власти приготовили значительно сократить расходы на поддержку малого и среднего бизнеса в стране. В 25-30-х годах на это планируется потратить 330 миллиардов рублей. И это на 21% меньше, чем за предыдущий пятилетний период. А зачем закручивают гайки, как думаете? Для монополии больших компаний, которые принадлежат провластным олигархам? Нет, я думаю, банальная причина – нет денег. Это вот как, помните, выдающийся политический деятель и клоун Раши Медведев. Денег нет, а вы держитесь. Ну вот приблизительно главная причина. И давайте просчитаем точно, насколько уменьшится поддержка малого и среднего бизнеса. По моим расчетам, с учетом инфляции, которая надвигается и той, которая была, то поддержка больше, чем в два раза упадет. Там не проценты, а уже разы. В разы сократится поддержка малого и среднего бизнеса. Ну а с другой стороны, может быть, есть доля истины и в вашем умозаключении, что а зачем нам вот эти малые бедные компании, да, есть большие, хорошие, которые под крышей ФСБ или других правительственных структур, да, носят периодически деньги за крышу. А малый бизнес крышуется в Раше местной властью. И, в принципе, центральной власти он не очень интересен. Вот когда предприятие становится большим, там уже идут миллиардные обороты, тогда они попадают в сферу интересов федеральных органов, которые и есть главным источником коррупции для федерального уровня чиновников. Это не только Минобороны, но все органы, администрация президента. Вот конфликт Вайберис, да, наглядно показывает. С одной стороны, это большая компания, капитализация ее, что, ну, по моим расчетам, несколько миллиардов долларов, ну, вот идет борьба между Кадыровым и администрацией президента, кто будет давать крышу, чья крыша сильнее. Может быть, в этом аспекте вы тоже правы. Но в России есть нехватка рук, и российские заведения общественного питания столкнулись с дефицитом кадров, говорят, не хватает 20% персонала, и поэтому владельцы не могут открывать новые точки. Давайте разберемся в причинах такой ситуации и к чему это приведет. Не приведет ли это к закрытию заведений и сетей? Смотрите, да, ну, причина известна. Главная причина – это война, да, это призыв на военную службу. С одной стороны, мобилизация с другой, контрактники с третьей. Все это ведет к оттоку рабочей силы. Но есть еще один фактор, он очень существенный. Вы видите, растет постоянно численность армии в России. Вот последний указ Путина на 180 тысяч увеличить численность. А их надо кормить. А кормят их столовые. И вот они отвлекают из сектора мирного, да, там с рестораном, с кафе, с тех же столовых. В маленьких городах это, как правило, случается. Там, где зарплаты маленькие. Они забирают поваров, официантов, мойщиков, уборщиков на вот эти точки питания. Вот это вторая причина. И почему? Потому что, вот если не брать центр Раши, то на периферии вот этот ресторанный бизнес, он сжимается. Но с другой стороны, да, это в гражданской сфере, в военной он растет. Особенно он растет в прифронтовых областях Раши. Вот там появляются все новые и новые точки питания. Да, это кормят Рашистскую армию. Мы давайте предупредим, что скоро эти точки станут законными целями для украинских дронов. А может быть, если Байден отважится, и ракет, которые мы должны получить в большом количестве от Соединенных Штатов. Так что, может, и сократим мы эти точки, да, и увеличим еще больше дефицит поваров и прочего обслуживающего персонала. Но уже военными методами. Вот интересный факт, как пытаются найти кадры, скажем так, в России сейчас резко вырос спрос на труд несовершеннолетних. И с января по июнь этого года компании отправили более 3 миллионов приглашений на работу подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. И это на 28% больше, чем за такой же период прошлого года. И в среднем сейчас в российских компаниях трудится 2-3 подростка. Насколько это вообще нормально, детский труд? И есть ли тенденция к увеличению числа таких сотрудников? Ну, в цивилизованных странах это ненормально, да. В странах, так скажем, западной цивилизации. Мы не должны считать Рашу не цивилизованной страной. У нее просто своя особая московско-православная цивилизация, да. Действительно, это страна. Ну, она объединяла еще недавно и другие страны православные, там, скажем, Армению, Белоруссию тоже входит. Но это вот целая цивилизация. Для этой цивилизации это нормально. Эксплуатация детского труда. Если заглянуть в историю Раши, то ничего удивительного в этом нет. Детский труд эксплуатировался. Особенно во время войны. Особенно во время войны, Второй мировой войны, дети работали на военных заводах. Ну, вот моя бабушка работала на военном заводе, ей было 16 лет, да. Тогда. Вот, поэтому, я думаю, только по нарастающей тут будет идти. Почему? Потому что вот все больше молодежи Путин забирает как биомассу и пускает ее на убой в Украину. Если раньше там в основном были 30-40-летние, да, мужчины, которые шли умирать в Украину. Я не скажу воевать, умирать. Убивать и умирать. Вот. То теперь моложе все становится. И вот уже эта аксиома, что призывники, по сути, будут использованы Путиным на войне с Украиной. То есть молодежи будет становиться все меньше. А чем их заменить? Ну, детьми. И поэтому мы будем наблюдать эксплуатацию детского труда. Это противоречит всем стандартам и ценностям западной цивилизации. Ну, для этой страны будет нормальным. Хотя это подрывает будущее. Потому что дети вместо того, чтобы учиться, развиваться, должны будут работать. Да, причем на самых неквалифицированных участках производственных процессов. Ну, и еще о новостях из России. Точнее, о том, что один из двух крупнейших импортеров угля в Тайване объявил о полном прекращении сотрудничества с российскими угольщиками. Компания закупала топливо в России для своей электростанции «Хоппинг». И вот приняла решение отказаться от новых контрактов уже сейчас. То есть даже не дожидаясь конца года. С чем это связано? Почему вдруг, я насколько знаю, они продолжительное время покупали уголь в России? Ну, скорее всего, это связано с трудностями расчетов. Почему? Потому что американская федеральная система, Минфин Америки, борется с операциями, финансовыми операциями за поставку и экспорт или импорт продукции с Рашей. То есть Раша становится токсичной в принципе. Не только военная продукция и товары двойного назначения, но вот и уголь тоже. Поэтому угроза попасть под санкции – это причина номер один. Причина номер два – трудности с расчетами, потому что банки отказываются проводить платежи с российскими банками. Вот это приводит к тому, что все больше компаний отказываются от операций с этой страной, повторяю, даже по товарам, которые вне санкций. Но не только угольных покупателей теряет Россия. Один из последних крупных клиентов «Газпрома» в Евросоюзе тоже объявил об отказе от российского газа. Это австрийцы – компания, которая снабжает газом более 2 миллионов потребителей в Вене, в окрестностях Вены. Но они с 2025 года отказываются от газа российского полностью. Блумберг об этом писал на этой неделе. А где нашли австрийцы альтернативу российскому газу? И сколько еще нужно вот таких подобных отказов, чтобы «Газпром» окончательно рухнул? Ну, к сожалению, в этом году «Газпром» нарастил поставки газа в страны Евросоюза. Это и жиженый газ, и природный газ. Так, давайте это константируем. Относительно альтернатив. Альтернатива – это самый большой поставщик газа в Европу – это Норвегия. Я думаю, она еще долго будет доминировать на этом рынке. Но в то же время есть импорт в страны Евросоюза и из других стран. Прежде всего, давайте скажем, Британию. Бритиш Газ знаменитый и так, но там есть и другие, помельче компания. Но они тоже снабжают Британию газом и экспортируют континентальную Европу. Алжир все больше хочет занимать хорошие места в поставках газа в Европу. Ну и нельзя не вспомнить про Азербайджан. И давайте вспомним, что президент Украины предложил президенту Азербайджана и компаниям делать поставки газа через украинскую газовую систему. И это вполне реально. Вы знаете, идут дискуссии о том, откажется Украина предоставлять свои мощности для экспорта газа из Раши в Европу, в Венгрию, в Словакию. И немножко перепадало и Австрии. То замена это может быть Азербайджан. Но посмотрим, что будет. Но пока есть кому поставлять газ. И самое главное, что я хотел бы сказать, чтобы было понятно. Вот резкое увеличение поставок газа в Европу в этом году связано с ослаблением, я думаю, временным ослаблением позиций Соединенных Штатов. Что-то у них там с ремонтами, с модернизациями. И Штаты здесь главный конкурент Раши. Вот я хотел бы напомнить, что предыдущий пакет санкций ЕС был направлен против предприятий, которые добывают и осуществляют транспортировку жиженного газа. Но вот все ожидают, что Штаты будут сильно наращивать свой потенциал жиженного газа уже в конце этого года. И может мы увидим закат Газпрома. Ну и сейчас прибыли Газпрома, я так скажу, со знаком минус, большим знаком минус. Может быть даже мы увидим минус 10 миллиардов по международным стандартам. И эти убытки вынужден покрывать бюджет Раши, фонд национального благосостояния. И долго он так существовать не может. Может быть и обанкротится. Если Штаты, повторяю, резко нарастят добычу газа, и будут запрет на импорт жиженного газа из Раши в Европу. Но вот это был бы, конечно, смертельный удар по этому еще недавно монополисту. А так, смотрите, что в Австрии было. В Австрии в этом году 90% поставок из Раши было в Австрию, что недопустимо. И Евросоюз справедливо требовал Австрии идти на диверсификацию. Ну и вот они пошли. Со следующего года, я думаю, удельный вес поставок газа из Раши в Австрию будет в рамках норматива 20-30%. В России на этой неделе обсуждали бюджет. И Путин сказал правительству, что расходы на оборону должны остаться в числе приоритетов. И кроме того, в перечень главных направлений бюджетных трат должна войти интеграция оккупированных регионов Украины. Где будут брать деньги на войну? Потому что, по данным Росстата, российский бизнес в 2024 году столкнулся с проблемами при выплате налогов в бюджет. И за первую половину года объем просроченной задолженности вырос в три раза. Но это большие деньги. 176 миллиардов рублей. Рекордный уровень. И главными налоговыми должниками стали сырьевые компании. В первую очередь нефтегазовые. Вы уже вспоминали Газпром. Так вот, откуда будут брать деньги? Ну, давайте так скажем. В этом году, за первые 8 месяцев, резко выросли поступления от нефтегазовой индустрии в бюджет. Резко выросли. Больше, чем на 50%. К сожалению. Сейчас ситуация меняется. Цены пошли вниз. Вот уже где-то месяц, как продвигаются к 70%. Это я за бренд говорю. Если такая тенденция будет и дальше, то есть будет колебание в районе 70%, то мы увидим сокращение доходов от нефтегаза. А сейчас они выросли. В том числе и за счет того, что Европа покупала больше газа. Теперь за счет чего? Смотрите, что произошло. Вы знаете, что Раша рассчитывает бюджет на три года. Первый год это нормативный, два это прогнозы. Так вот, соответственно, с прогнозом доходы на войну должны резко упасть в этом году. А Путин приказал нет, не трогать. Но я уже много раз говорил, чтобы Путин, что бы ни приказывал, больше денег он не найдет. И в следующем году расходы на войну будут сокращаться. Какую бы цифру он ни называл. Почему я уверен в этом? Потому что, вы правильно сказали, фонд национального состояния практически к нулю подошел. Там порядка 25 миллиардов в золоте, в юанях сосредоточено. Цены на нефть и на газ снижаются. Кстати, представители Евросоюза заявили, что они ожидают снижения цен на газ. Тогда единственным источником останется этот печатный станок. Он и сейчас есть. Почему в РАШе инфляция, они говорят, меньше 9 немножко, на самом деле в районе 18. Почему? Потому что печатают деньги, чтобы финансировать вот эти безумные проекты военно-промышленного комплекса. Тянутся за инфляцией, проводить индексацию зарплаты, пенсии. Вот останется один источник. Это печатать деньги. Но когда ты печатаешь деньги, инфляция увеличивается. И потом начнется девальвация рубля. И якобы номинально у тебя расходы увеличатся, а реально они уменьшатся. Вот что я ожидаю в следующем году. В этом году и в прошлом году были пиковые затраты на войну у Путина. А в следующем году такой возможности у него уже не будет. Что бы он ни говорил, как бы его экономический блок, который состоит не из дураков, что бы он ни придумывал. Ну вот это уже такая реальность. Это как закон физики и химии. Ну и давайте еще одну новость коротко обсудим. У нас минутка остается. МВФ отложила работу в России на неопределенный срок. Якобы из технической неготовности. А как думаете, действительно по этой причине? Или что-то другое произошло? Ну давайте скажем, что МВФ уже больше 10 лет не кредитует Рашу. Там запрет на активные операции. Но МВФ еще отвечает за статистику мировой торговли, движения капитала. Ну и не только. И миссия МВФ хотела поехать поговорить. То есть не сотрудничать, а поговорить. Я думаю, цель там была такая выведать реальное состояние экономики. Реальную статистику. Почему? Потому что Раша прекратила публиковать очень много статистических данных и направлять их в тот же МВФ. Но я думаю, главная причина такая. МВФ все-таки находится под жестким контролем Соединенных Штатов и Евросоюза. Раша там маргинальный акционер. Как и Китай. Главную роль Евросоюз, Япония и Соединенные Штаты. Я думаю, что главная причина, знаете, какая была, что разведорганы Соединенных Штатов предупредили команду экспертов, которая хотела посетить, что это небезопасно. Это небезопасно. И по причине, по рискам для жизни и свободы этой делегации, им рекомендовали отказаться от этого визита. Повторяю, это просто был визит поговорить, а не возобновить сотрудничество. Может быть и какие-то другие причины, но я считаю, что вот это главное. Мы же знаем, что это государство-террорист. Может захватить эту делегацию, а потом скажем, а теперь будем менять на бандитов, убийц и агентуру, которые очень инклюзивно арестовывают сейчас. Мы знаем, что так Россия делает. Александр, благодарим, что присоединились к нашему эфиру. Экономист Александр Савченко был на связи с Фридомом. Благодарю. Телеграм-канале Фридом. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова